Мир вам, братья и сестры! Мы прочитаем еще раз вторую главу Евангелия от Луки, начиная с 8 стиха. В той стороне были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень и слова Господни осияло их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное войство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Вышнюю Богу и на земле мир, человеков благоволения. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. Это очень известная история или очень известный отрывок именно в рождественское время, самочасто читаемый и цитируем. Даже сегодня, вот утром, мы уже читали эту главу. Также и персонажи, о которых говорятся в этом отрывке, довольно известного время Рождества. Это пастухи, ангелы и самый главный герой – младенец. Люди часто используют фигурки с изображением ангелов, пастухов и младенцев в яслях для того, чтобы украшать в рождественских праздниках дома. Также мы можем увидеть таких персонажей в рождественских сценках, то, что мы видели вот в среду. Также эти персонажи мы видели, они играют такую важную роль. Итак, мы будем посмотрим, кто такие пастухи, кто такие ангелы. Попробуем ответить на вопрос, почему именно пастухи и почему именно ангелы. И потом рассмотрим послание ангела младенц. Так, пастухи – это занятие пастушества в Ветхом Завете было достаточно почетным. Если вы помните, Авраам, Яков, его сыновья, Моисей, Давид и другие выдающиеся личности, почти все они были пастухами. Ну, во время Йосифа, когда Яков и его сыновья перешли жить в Египет, вот для египтян того времени для них это было, они посмотрели вот на эту работу или на эту профессию, на пастушество с презрением. Йосиф сказал такие слова своему отцу, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец. Уже, скорее всего, в Египте для них не было, может быть, таким почетом вот эта профессия. Не было такой важной, может быть, они смотрелись презрением. Если мы переносимся во временное рождение Иисуса, скорее всего, скорее всего, эта профессия не была так почетна. Но все равно это была хорошая работа, была достаточно хорошая работа. Об этой профессии знали все в Израиле. Имея такую богатую историю, в Израиле читали закон Божий, знали о выдающейся личности, знали, что почти они все были пастухами. И вот пастушество, оно было достаточно распространено в Израиле. Поэтому для всех людей, которые жили там, для них эта профессия была понятной. Вот сегодня, когда спрашиваешь у молодых людей, когда они заканчивают учебу, какая твоя профессия? Вот иногда они говорят свою профессию, и тебе непонятно. Ты начинаешь спрашивать, в чем заключается твоя работа? Вот и они начинают объяснять. Но для людей того времени именно пастух, пастырь было понятной профессией. Было понятно, кто это. Также образ пастыра играет большую роль как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. О самом Боге говорится, как о пастыре. Господь, пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Псалом 22.1. Пастырь Израиля. Псалом 79.2 стих. Как пастырь он будет пасти стадо свое. Исайя 40.11. Также руководители церкви названы пастырями. И в Сианном 4 глава 11 стих. И он поставил одних апостолами, другими пророками, иными евангелистами, иных пастырями и учителями. В моей жизни приходилось один раз пасти овец. Имел такой опыт. Со мной был парень, который имел большой опыт. Он очень часто этим занимался. И помню, он меня учил, как правильно вести себя. Очень важную мысль, что овцы, они очень сильно зависимы от пастыря. Я помню, как мы от дома и шли над пастбищей, и шли по дороге. И очень важно нужно было, чтобы кто-то из пастухов и шел впереди овец. Чтобы важно оградить, чтобы они видели вот эту заботу пастуха. Очень важно было их оградить, чтобы они не испугались. Потому что если они испугаются чего-то, очень тяжело их успокоить или собрать. И вот пастух, он просто ограждает их такой заботой. Они очень сильно зависимы от пастыря. Еще если стадо большое, то одному человеку тяжело справиться. А в Израиле были большие, большое стадо. Нужно было минимум два человека или больше группа людей, чтобы они могли пасти и вот уделить такую заботу. Второй персонаж – это ангелы. Еврейское слово «малах» или греческое слово «ангелос» означает «посланник» или «вестник». Главная задача ангелов состоит в том, чтобы возвещать Божию волю людям, особенно тем, кто избрал Господь. Ангелы возвещали в Божию волю важные события в Ветхом Завете. Они были посланниками и вестниками. Также они могли защищать народ Божий, могли совершать Божий суд, они могли целое войско, просто совершать суд. Также они обладают сверхъестественным возможностям, но при этом полностью подчинены Божьей воле. Они полностью подчинены Божьей воле и ничего не делают от себя. Итак, первый вопрос – почему именно ангелы возвещали пастухам? Почему именно ангелы они возвестили вот эту весть? Потому что они посланники от Бога. Они возвещают Его волю. Это подтверждает приход Мессии, о котором возвещается в Ветхом Завете. Для Израиля было понятно, для тех, которые изучают Писание, для тех, кто читали закон, для тех, которые знали вот этих героев, что в важных событиях ангелы являлись и возвещали Божию волю. Это было бы очень важно, потому что это является важным событием. Ангелы приходят к Марии, Ангел приходит к Марии, к Иосифу, к пастухам. Это подтверждает, что это очень важное событие. Ангелы – это вестник. Он приносит, говорит слово Божию волю. Он показывает, он возвещает Божию волю. Поэтому это очень важно, что именно ангелы пришли, потому что это подтверждает, что это важное событие о избраннике Божьем. Это важное событие. Они возвещают Божьей воле. Почему именно пастухи, почему именно пастухам ангелы возвещали Божию волю? Потому что ангелы подчиняются Божьей воле. Именно Бог отправил их к пастухам. Это была Его воля. Они не могли пройти в другое место или к другим людям без Его воли. Бог именно избрал это место этих пастухов. Поэтому ангелы пришли именно к пастухам, потому что это была Божья воля. Второе. Почему именно пастухи? Потому что место, где находились пастухи, написано в той стране, были на поле пастухи. Они были недалеко от места, где родился Иисус. Легче всего проверить сказанное ангелом, утвердиться в то, что сказал ангел. И они пошли. Обязательно пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. Третье. Профессия. Профессия пастуха была известна и понятна людям, которые жили в Израиле. Когда передавалась информация, когда передавалась эта весть о том, что видели пастухи, им было понятно, о ком идет речь. Им было понятно, что они делали ночью, они содержали стражу. Им было понятно, эта профессия, им нужно было объяснять, кто такие пастухи. Им было легче поверить в это, потому что они знали эту профессию, они знали, кто такие пастухи. И четвертое. Это не был один пастух, это были пастухи. Если стадо большое, одному тяжело справиться. Нужна группа людей. Важно, чтобы была группа свидетелей. Намного легче поверить в группе людей, чем одному человеку. Если придет один человек и начинает рассказывать то, что я видел, можно сказать, ну, тебе привиделось или тебе приснилось. Но когда группа людей свидетельствует одно и то же, этому легче поверить. А сейчас давайте рассмотрим, что говорит ангел о младенце. Первое. Говорится о радости. Я возвещаю вам великую радость, который будет всем людям. Рождение ребенка в семье – это радость. Мы полны радости, восторга и восхищения. Я помню ту особую радость, когда на своих руках я держал новорожденного младенца. Я помню эту особую радость. Очень хотелось поделиться этой радостью, позвонить своим родственникам, родителям, друзьями, сказать, у меня родилась дочь, у меня родился сын. Это была радость. Так же и рождение Христа радовалось все небо. У рождения Христа радовалось все небо. Это не просто радость для одной группы людей. Это не просто радость родственников или близких друзей. Это радость всему миру, всему человечеству. Это радость всему миру. Почему это радость всему миру? Независимо от национальности, независимо, кто ты, независимо, какой твой статус. Потому что родился Спаситель. Потому что родился Спаситель для всех племен и колен и народов и языков. Он спасает от власти греха и от последствия греха. Потому что родился нам всем Спаситель. В Евангелии от Иоанна, 4 глава, 42 стих. Вы помните, вот в этой главе, вот это общение Иисуса с женщиной-самарянкой у колодца. После чего она уверовала в Иисуса и пошла в город за свидетельство об Иисусе. И многие поверили ее словам и пришли к Иисусу и сказали вот эти слова в 42 стихе. О женщине той говорили, уже не по Твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос. Глубокая вера приходит в результат личной встречи с Иисусом Христом. Знакомство с Ним на собственном опыте, уже не по Твоим речам верую, но сами слышали и узнали. Если нет личной встречи, если нет собственного опыта знакомства с Ним, то Он не является Спасителем для нас. Если нет личной встречи со Христом, если нет личного опыта, то Он не является Спасителем для нас. Второе, о чем говорит ангел, это младенец, о младенце, что это Христос. Слово Христос означает помазанник. Также Мессия в древнееврейском оригинале употребляется слово мащиах, означающий помазанник. Поэтому Христос – это Мессия, о Котором пророхи возвещали в Ветхом Завете, Который весь Израиль ждал. И если мы опять вернемся к нашему стиху Иоанна, 4 глава, 42 стих. Эти люди не только говорили, что Он Спаситель мира, но то, что Он говорили, что это Христос. Они признают Его как долгожданного Мессию, помазанника. Если ты не встретился с Иисусом лично, если у тебя нет общения с Ним, то Он не является для тебя Мессией. То Он не является для тебя Мессией. Также ангелы не просто говорят «это Христос», а говорят «Христос Господь». Господь – это используется как титул Бога. Это не просто говорят, что это помазанник. Это Бог, пришедший на землю. Это не просто помазанник, это не просто царь, это не просто пророк. Это Бог, пришедший на землю. Это Христос Господь. Это Бог. Итак, мы читали сегодня утром, мы читали, что пастухи услышал весть о рождении Спасителя. Если мы читаем ниже, вот сегодня Давид читал перед началом нашем служении. Они услышали весть о рождении Спасителя. Пошли и возвестили всем, кого встретили. Они возвестили. Давайте мы, зная о рожденного Спасителя лично, расскажем о нем всем. А те, кто еще не познал Господа, придите ко Христу. И о вашем духовном рождении ангелы на небе будут так же радоваться, как и в день рождения Спасителя. Аминь. Давайте помолимся.